Президент Ирана Хасан Рухани, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, связал рост экстремизма на Ближнем Востоке, олицетворением которого стала деятельность группировки «Исламское государство» с рядом стратегических ошибок Запада. Глава Исламской Республики также выразил уверенность в том, что решение нынешнего кризиса должно родиться внутри региона, а не быть привнесено извне. Стратегические ошибки Запада в вопросах Ближнего Востока, Средней Азии и Кавказа превратили эту часть мира в рай для террористов и радикалов. Некоторые разведагентства сами вложили мечи в руку безумцев, которые теперь не щадят никого. «Экстремисты по всему миру бросили клич. Экстремисты всех стран, объединяйтесь. Но насколько мы объединены перед лицом экстремизма», — сказал Рухани перед представителями 193 стран-членов ООН. И хотя эти слова были восприняты как приглашение к совместным с Западом действиям против экстремистов, Рухани предостерег от вмешательства в дела региона. «Демократия — результат роста и развития, а не войны и агрессии. Демократия — не экспортный товар, который можно просто завести с Запада на Восток». Вместе с тем, визит иранского лидера в Нью-Йорк привел к поистине исторической встречи с британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном. Лидеры двух стран не встречались со времен иранской революции. По словам хозяина Даунинстрит-10, Ирану нужно дать шанс показать, что он может быть частью решения, а не проблемы. Иранские лидеры могут помочь нам побороть угрозу, исходящую от ИГИЛ. По словам нашего постоянного корреспондента в США Штефана Гробе, в своей речи президент Рухани по сути напрямую обвинил Запад в бедственном положении Ближнего Востока. Но поскольку он не назвал напрямую США или Великобританию, надежда на улучшение отношений остается. Стефан Гробе, Euronews, в Нью-Йорке.